шестой день 20 июля суббота томас блэйн убийца беременной женщины отправлен психиатрическую лечебницу мэр роджерс я не боюсь своих соперников доктор элеонора уоттербери у томаса блэйна новая форма шизофрения опачки опачки чё нет к цен мафия не придет не скажем вам права как два не скажут это же бомба КОНЕЦ Доброе утро, Jack. Я думаю, что вы просто получили мою сообщение. С кого я говорю? О, извините. Я забываю, что некоторые люди не понимают мою голос. Но я вас уверен, Jack, если я стоял там перед вами, вы не будете понимать меня, как я был участник вашей семьи. Даже лучше, чем женщина, может быть. Жена может тебя убедить. Никто не умен. Я не говорю с людьми, которые не говорят мне их именем. О, Jack, не будь так милым. Ты слишком старый, чтобы избежать от странников. Да, мы both are. И в нашей старой веке французь становится редко и все более приятным. Но, конечно, мы должны работать с новыми людьми и узнать новые названия. Так что, если вы встали, Jack, давайте нас формально встретимся. Здравствуйте, Дэнни. Я Кристофер Санд. Охереть официально, как познакомились. И что ты делаешь для жизни? О, ты скоро узнаешь все о том. А вот и нет, хер вам. Правильно, бросить трубку. Пошел он в жопу. Десять десяти. Принцип идиотизма. Тебе надо побриться наголые на детечки. Отгорванная нога? WTF? Дочь выходит сегодня замуж. Я не могу... А-а-а-а-а-а. Ну ладно. Иди. Плевать. Так, начнем день. Ммм. Какую композицию мы сегодня не послушаем. Вот допустим, Don't you leave me here, Pierce Pickering Barrelhouse just banned. Почему каждый день должен начинаться с выбора музыки? Гуань Ин Линь оказался членом банды под названием Красной Маски. Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. Хорошо, примем его. Во Фрибурге действует ряд банд, за поимку которых назначена награда. Некоторые пойменными вами преступники могут оказаться членами банды. В обмен на неприкосновенность они готовы выдать своих начальников. Окей. Нинхи начать расследовать. Таким образом, продвигаясь все выше и выше по гангстерской иерархии, вы можете добраться до босса банды. Если арестовать босса, банда перестанет существовать, и вы получите награду. Награда назначена не только за уничтожение банды, но и за поимку каждого ее члена. Если вы официально арестуете вычисленного вами члена банды, вы получите бонус. Но в тот же момент ваша сделка с ними перервется, и вы не сможете продолжить ваш ход на банду. Не, 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 не будем арестовывать. Зачем? Больше ничего, да? То есть, если я сейчас его арестую, то я не смогу их найти. Понятно. Так, а что у нас по композициям? А, окей, ничего. Я думал, что можно купить что-то. Так, расследование. Убийцы. Так, детективы. Может кого-то можно присобачить сюда? Они все равно не заняты. Может, так лучше пойдет? Архив, нет архивных расследований. Да как же, есть детали. Ну... Похоже, здесь просто нет нужного мне кадра или факта. Потому что я хоть как складывал, оно не работает, так что плевать. Видимо, они расследуют пока что. Так, уничтожьте банду красных масок. Бау-лянь дала несколько интервью, в котором она рассказала о зверствах банды красных масок. Многие факты она исказила и приукрасила. Если мы хотим удержать людей от паники, нужно уничтожить банду в течение следующих четырех дней. What the fuck? Так, ну в жопу. Джек, ты поклясться служить городу. Если ты не выполняешь обещания, мы не будем выполнять свои... Fuck you, Mary. Ууу, я зарабатываю на десять процентов. М-м-м-м-м-м-м. А че, работать-то будем, нет? Преступники, у вас че, отдых сегодня? Покушение на убийство. Молодая сотрудница фабрики поссорилась с начальником и пытается столкнуть его в чан с кипящим... What the fuck, братюня? Остин, перди осин, перди! Че мы делаем? Вра... Алё? Не, реально, преступники сделали выходной? Ну ладно, хорошо... Аааааа Работа... Оаааа... Преступник Пайван, офицер невредимый, найс, пердиостин. О, давайте вы сразу классе гоняйте. Дилан Бернс, сторож автостоянки, заметил подростка, который ходил между машин и дергал за ручки. Прежде чем он успел подойти к парню, тот нашел незапертую дверь и скрылся в машине. Через считанные секунды подросток с физиком вылетел из парковки, сильно превышая скоростной режим, скрылся в направлении пригорода. Погнали. Аж трех отправим на то, чтобы подростка перехватить, это просто охренеть. Чувак такой сел в машину, за ним три копы, он обосрется на месте, я уверен. Черт, серьезно, это какой-то спокойный день? Что происходит-то? Все обосрались, что ли? Кади. А где хаос? Стало известно предположительное место положения угонщика. Нагнать преступника и открыть огонь по угонной машине. Обогнать преступника и заблокировать дорогу. Нагнать преступника и продолжать преследование. Лучше третье. Ееееееее. Стрелять по колесам не будем, а то он сдохнет еще. Нас потом осудят. Захват заложников. Заплаканный детский голос сообщил, что кто-то удержит его против собственной воли. Меня не отпускают на улицу, мучают, издеваются, больше нет сил, я хочу на улицу к Питу. По-моему, это ложный вызов, потому что это заплаканный детский голос. Так что, Остин, ты поедешь одна. Я не знаю, зачем это сделать, но это, в общем, заплаканный детский голос говорит, что его не пускают на улицу. Что же это может быть, да? Сейчас приедем, а там родители просто не отпускают на улицу. Странный ложный вызов, я уверен. Нет, прикидите там реально комната страха какая-то. Нет, Илья же молодец, Илья же молодец, у меня же Остин не убьют, да? Сейчас не убьют же, да? Мама не отпускала. Ха-ха-ха-ха-ха. Пока тот не съест броккель, я бы, кстати, тоже посмонял. Кража. Поступил вызов от рассерженного клиента к казино. Он утверждает, что одна из девиц, которые терлись у его... У-у-у-у, у его стола, это что за метафора? Стащила у него портмоне с парой тысяч наличных и полным набором банковских карточек. Охрана вытолкала его на улицу, заявив, что он пьяный, но мужчина не сдается. Ладно, давайте. Цубаки и Коти. Коти и Цубаки. Сэнда нуждается в помощи. От Кристафер ГСН. Джек, тут один мудак не хочет возвращать долг. Говорит, полиция его защитит. Думаю, самое время показать на чьей стороне полиция. Я случайно просто. Я... У меня... Ой! Случайно просто телефон... Упал. Сломался. Бывает. Ну чё, Коти и Цубаки. Чё вы там? Живо, нет? Преступник пойман. Офицер невредимый. Найс. Изи. Изи катка. О. Нападение с применением огнестрельного оружия. Оооо. На выезде из паркинга охранник остановил подозрительный фургон, чтобы проверить членскую карту. Новая женщина-водитель вместо карты досталась браточка револьвера и выстрелила. Ах ты сучка. Мочить тварь! Просто в сортире мочить! Осень, сегодня просто охерительный день. Мочить в сортире! Изнасиловать её там! Прямо на месте! Прямо на месте! Показать ей то, что на самом деле никто ей не поможет. Ууууу. Найс. Мы работаем до десяти сегодня, да? Ммм. Серьезно? До скольки мы работаем? Полиция догоняет фургон преступника. Попробуй приезжать в фургон к обочине. Представить остановиться через громкоговоритель и стрелять по колёсам. Стрелять по колёсам. Ничего не знаю. Фургон преступницы делает резкий вираж и въезжает в витрину секс-шопа. Ууу. Женщина вылезает из машины, хватает продавца и присоединяет его голове револьвер. Что-то в преступнице. Выстрелить преступнице в голову. Нет. Лучше отпустить продавца встречаешь. Сумик пойман. Офицеры невредимые. Ееееее. Гражданские невредимые тоже. Ну что? Мы до одиннадцати сегодня, серьезно? До двенадцати? Господи, сколько он успевает спать? Точнее. Когда он успевает спать? У вас три новых кадра. Во. Хм. Трэвис Хортон расист, у которого уже есть несколько судимостей. Убийство. Склад порту. Трэвис работает грузчиком в порту. Опять та же самая картина. Вам необходимо отправить двух офицеров ведущего следователя. Угу. Успитиняйся. Не, не, не. У. Мы отправим Янти. И осень сегодня. С капец какой рабочий день. Она такая. Да твою мать. Я только приехал. Пончик скушать не хотел. А вы скотины, сволочи погадые. Не. Ну отгул тоже должны дать. Господи ты боже мой. Двух часов ночи. Это уже седьмой день вообще эта игра. Не. Может типа суббота. Завтра выходной. А ну все. До трех часов ночи. Охереть просто. Музыка исчезла кстати. Ее вообще нет. Ну ладно. Типа аудио. Может она просто вырубилась. Преступник пойман. Оу ееееее. Вы поймали всех подозреваемых. А отлично. А все. А. Да. Может завершить день. Что-то я жду то. Ууууу. Завершим день. день седьмой 21 июля воскресенье у меня выходной вообще бывает нет заместитель мне нужен срочно секретарша будет работать секретутка поганая российские банды захватили фрибург во фрибурге построят второй небоскреб расследование против фрэнсиса кендрика может возобновиться поедем на работу опять эта херня не заводится да что ж такое-то фиране возьми себя шуахер на ней гонял с полевого тебя заведет с первого раза это типа российские банды фрибурга это толеранс фото петли хоррор с модерн лайф и унебесе crowds gathering around a beaten passer by folks rarely even slow to go когда car accident and street сэф doesn't turn heads anymore been a long time since people got worked up about stuff like that so when i ran into a troubled crowd on the way to work i knew there was something serious going on something bad enough to knock these people out of their daily rhythm stop pokemon go talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop but apparently all it takes is a bunch of leaflets broken glass across main street or releasing a couple of hundred rats in the ice or я посмотрел на крысят figure taking responsibility for the strange x goes by the alias robes pierre nobody knows who he is what he wants or what all this adds up to from the buckets of large spread on the sidewalk to the front door of city hall covered with ostrich feathers this performance is what you understand, you idiot between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up everyone understands when some friburg crook satisfies the basic human need to rob and kill but when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the court house how do people start asking questions myself? I kind of like this robes pierre it's not just the pranksies pulling or his green bulls head emblem I just like his funny nickname robes pierre really who does that make me the marquis de lantanac I don't think so in the old books about revolution I fancy myself the old gunner я не понимаю отсылку the bag of damp powder or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water it's something to think about какой год на дворе ты книжки читаешь что за херня мартин штетт ваш новый заместитель я всю ночь читал захватывающий действительный роман под названием последнее искушение нептуна но не успел добраться до концовки я почти уверен что убийца миссис кременс но я не успокоюсь пока не узнаю наверняка можно перед домой дочитая книгу дебил что ли а нет в доме покапывают трубы мне нужно дождаться техник отпустите давай иди так и быть тебя отпущу самаде только не смей никого там это взрывать по пути окей аляху акбар кричать новые плотинки можно получить в подарок или в качестве благодарности заказную услугу но зачем ждать если можно выполнить свою коллекцию самостоятельно каталог в каталоге улич лист всегда самый богатый ассортимент и самые низкие цены оформлять предзаказы если хотите сэкономить дэвис трейн от тюрк мэрфи однажды увидел окей вердит кузовлево ян кузовлев рассказывает о горячих новинках скоро в продаже октопус eat drink repeat давай теперь заказ сделаем 594 да о да о да я всю зарплату потратил на пластинку это вообще отлично это как купить новый айфон и просто хочу вряжется этим так давайте поставим вот это дело мафия может оказать своим друзьям некоторые специфические услуги вам практически члену семьи они обойдутся портительно дешево дела сэнды преступление ловушка мафия построит особый вызов и все офицеры которые прибудут на место погибнут трех офицеров мафия построит особый вызов и диктив который прибудет на место погибнет ага что то я даже не знаю а ну да если он будет на меня что то косить ваш новый заместитель не сравнится с кенриком но он не так бесполезен как может показаться он может взять на себя кое-какие дела на которые у вас нет времени конечно если у вас по если вы покроете все сопутствующие расходы заместитель так статистика офицеров погибло диктивов погибло миссии выполнены провально шнадцать колесецкая академия отправить ваш сотрудников на переподготовку отправить сотрудников на неформальную вечеринку на открытом воздухе заплатить сотрудника который будет собирать для вас нужную информацию нанять стукача ммм слишком дорого давайте-ка я погромче сделаю а то реально ничего не слышно толком вот так лучше так ну чё поехали давайте там это самое магазин спортивной обуви ограбьте кража позвонила продавщица сообщила что два подростка выбрали самые дорогие кроссовки на стенде примирили 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 их да примирили их а потом выбежали из магазина в новой обуви не заплатив так берч младший и грант пожалуйста валите вы приз вдвоем вы должны работать просто о так у него еще повышение вот так ну точнее не повышен после звания есть какое-то а можно чуть побольше чуваков а то опять под конец дня начнут там общего кто вообще как что за херня какие дети в 7 часов утра в воскресенье идут грабить магазин обувной что это вообще за херня подростки стоят и курят недалеко от магазина разглядывая обновки пытаться схватить от моего ребенка драку эй секретка есть давайте просто вернете кроссовки ок так че у нас здесь покушение на убийство муж вернулся с работы раньше обычного и застал молодую жену в посет с любовником полицию позвонила служанка трубила как муж снял со стены охотничьего ружья знаете чё пошла она в жопу я не пошла в жопу серьезно преступник срился женанский погиб найс не будешь скотина изменять своего мужа тварь сейчас я еще буду копов стрелять на сегодня мы организуем премьеру фильма назад будущее то есть 85 categори ну покачки в попросили выделить эфицеру который будет стоять возле возле на входе возле входа в кинотеатре смотреть чтобы никто не пронес портательную видеокамеру в кинотеатре ну окей вандал давай ты сможешь я в тебя верю ну что там алё давайте там то есть утром вы шикарно можете мобить всех а здесь не можете да Ну ладно, это Ранчо Сэндов, это Мэрия Полицейский участок, полицейский участок, короче, все выглядит Так Кстати, пиджа труда Ну, давайте детектив О, так это же Киану Ривз Нанять на смену Ммм Не-не-не-не-не Стоять Полицейский участок Смена А, смена Б Мне нужно на смену Б еще одного детектива На смену Б Так, ну давайте сначала сюда пошлем Молодой отец, лишенный эротических прав, пытался забрать дочь, а когда понял, что ребенка ему не отдадут, напал на учительницу, повалил ее на пол и начал бить ногами What the fuck, чувак Нельзя так делать, фу Так, где эта биржа? А, а Улерих Бибер Центр города Господин Бойт, у меня весьма деликатная проблема и наш общий знакомый Чарльз Диль Сказал, что вы сможете мне с ней помочь Как вы наверняка могли слышать, мне принадлежит крупнейший музыкальный магазин Фрибурга Но недавно половину коллекции пластинок отсудила моя бывшая жена Там очень много редких записей Моя бывшая очень боится полиции и пытается быть законопослушной гражданкой Если несколько ваших ребят в форме заявятся к ней домой и скажут, что пластинки это улики в важном расследовании То она без лишних слов и с улыбкой на лице все отдаст даже не заикнувшись о бордере Изи Лучших полицейских просто Нет, взять Мне нужно самых дерьмовых послать, если честно Так, задание мафии Джек, у нас намечается дело машиностроительный завод 2209 Мы не хотим, чтобы полиция все испортила Я думаю, 4000 долларов хватит для такого рода просьбы О, машиностроительный завод 2209 Изи Я просто... Ааа! Я пропустил帶ок. Ээээ Галерей современного искусству. Наушение общественного порядка. Охранник сообщил, что кто-то проник в высывочный зал. de Прорисовать картина пениса и спрятался в туалете. Отлично. Какого туда отправят? Сейчас. Я не знаю. Нужно дождаться, пока вернутся. Отчего отчего ... Ступник поиман, офицеры невредимые. Гражданские. А, отлично! Такс. Они не успеют вернуться. Отлично. Так, Робинс, ты пойдешь. Нарушение вещественного порядка. Я надеюсь, ты не сдохнешь. 2209, да? Окей, а что это за херня пускай? А, это же аллюзи, типа. Шеф, им помогли? Ульриху Биберу. Биберу. Лучше не помогал Биберу. Благодарность, что подарил нам по пластинке просто обладать. Правда, Книгсона больше любит Глэм. Поэтому он сгрустнул и прям за борта косать. Охереть просто! У тебя, конечно, это... Отличная... Отговорка от того, чтобы поработать. Я тоже, знаете, такой... О, Господи, ребят! Вы заказали все кофе, а я люблю какао! Не буду я с вами теперь сидеть тут! Работайте сами! Ну и что, что это атомная электростанция, а я глава охраны? Так, приезду полиции в зале горит свет. Сторож причитает, что он устроился только две недели назад и совсем не хочет делать работу из-за какой-то ерунды. Успокойся, если показывать туалет, в котором запишется художник. Выходите с поднятыми руками. Испуганный весь лизак, молодой парень с ножом в руках. Твердит, что это искусство, перформанс, а его никто не понимает. Грозит привет за себя, если мимо не дадут уйти. Расскажи побольше про свое творчество, попытаться набрать нож. Расскажи побольше про свое творчество. Я психологически верно подошел к этому делу. Ой, что-то как-то тут композицию захотелось поменять. Ой, что-то как-то... Чё-то... Чё-то... Грант, что с... Ууу, Грант, какой у тебя подбородок! Берчи-младший, да ты, я смотрю, повысился! Ох ты, дерьмо собачий! А твой папаня, пусть и работаем во всяком говне! И вообще все такое... Ой, наши настрадители завод же вызов! Ой, нееееееееееееееееееее Спасибо, что делали ту вещь, которую мы просили. Вот сумма, на которую мы договаривались. Поступник срылся. Уопс... Уупс... психологический тест, морея. Джек, ты наверно видел в газетах историю про Томаса Блейна, отставного копа-шизофреника, который заселил беременную женщину. Чтобы такая трагедия не повторилось, мы решили провести психологические тестирование всех копов старше 50 лет. И тебе это тоже касается, Джек. Так, завтра утром доктор Элеонора Уотербери ждет тебя в своем офисе, не опаздывай. Фак ю, бич. Я работаю. В понедельник еще уйти куда-то. У меня ж... Не, подождите, если он в 3 часа ложится спать... Если он в 3 часа уезжает с работы, а в 7 часов он приезжает, он спит сколько? Если по полчаса даже до работы ехать. Он спит 3 часа? What the fuck? Это как вообще? Это... Очень, очень работящий шеф полиции. Прям очень. День 8, 22 июля, понедельник. Ну что, там будет у меня психолог-то? День рождения мэра обошелся к казне города в 90 тысяч долларов. Охеренно. 6 новых ресторанов появятся в городе к концу года. Загадочный Робис Пьер заявил о своих политических амбициях. Мистер Бойт, это очень простой тест. Я буду показывать им карточки с абстрактными изображениями. Вы должны осмотреть их и рассказать мне, что вы видите. Это, короче говоря, я, когда хочу поесть брокколи. Мужчина принимает горсть таблеток в сарае. What the fuck? То есть, это я. Два индейца бьют в барабаны, парящие в воздухе головы. Два индейца бьют в барабаны. Человек с часами вместо лица мужчина возвращается в дом. Женщина украшает... Нет, это... Синий пришелец насилует свинью, я уверен. Мужчина подает женщине елочную игрушку. Нет, это... 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 Ребенок с... Это башня на холме. Женщина роняет елочную игрушку. Такие... Нет. Автомобильная авария. Дерево в форме человеческих легких. Осколки елочной игрушки разбросаны по полу. Рожок мороженого, марширующие молотки. What the fuck рожок мороженого? Мужчина кричит на женщину. Шапан на ноге. Мужчина с головой на сорока. Кстати, да. Похоже, похоже. Это петух. Это петух, смотрите. Перевернутый грузовик, гигантский ежи, глотающий людей вместо яблок. Да, это он! Это почти петух. Мужчина толкает женщину. Связка ключей. Осьминог играет на пианино. Это осьминог играет на пианино. Изи. Че, нападмесец с рождественной елкой. Гора синих листьев. Вот, вот, вот. Три листка. Мистер Бой, спасибо, что уделили мне время. Я сообщу вам о результатах теста в ближайшие дни. Че, домой прям ехать? О, Изи! Выходной! Поледелик выходной, как у меня на твиче? Изи. Девятый день. 23 июля. Какой-то там год. Ши Абрум переизбрана главным прокурором Фрибурга. Крупный бизнесмен готов инвестировать в будущее города. Мэр назвал случайно все то, что в городской администрации нет чернокожих сотрудников. Вне зависимости от, скорее всего, результатов, меня пошлют куда-нибудь подальше. О, лычки. Блин, кто же из вас хорошо работал? Кто же из вас хорошо работал? Грант. Грант, это ты. Я уверен, что Грант. Они так отработали просто идеально. Так, что мы ставим сегодня? Мы ставим сегодня Шопена. Как же сложно выбирать-то здесь, а? Шопиен. Шопиен. Несколько месяцев... Протест феминистов? What the fuck? Несколько месяцев назад во Фрибурге появилась организация феминисток. Бла-бла-бла, уже интересно. Так, протест феминистов. Около 50 женщин оставались в парке Скандиды. Позвольте нам стать успешными. Бунт. Я не хочу на протест феминистов отправлять своих людей. В жопу идите. Сранное говно. Чек, у нас проблема. Главный прокурор Фрибурга, женщина, она наверняка поддерживает феминисток. Так что нас могут ждать по неприятности законам. Лучше подстраховаться и подделать улики, которые защитят нас от возможного преследования. Улики против... У меня нет денег. Мы подделаем... Угу. Физиологический тест. Мистер Бойт, вы в полном порядке. Меня беспокоит лишь уровень вашего стресса. Мои исследования показывают, что музыка Битхоуна успокаивает и расслабляет нервную систему. Рекомендую вам купить пластинку старого доброго Людвига Вана. Она набивает всякую тягу к насилию. Завтра стекает срок. Да пошли вы в жопу. Я же начал расследовать. Алло, гараж. Я же начинал расследование. О май... Я же начинал расследование. Почему оно не началось-то? Йоколы моне. Спасибо. Захват заложников. О май фак. У меня нет спецназа. Недовольный клиент пришел в офис адвокатской конторы с пистолетом, взял в заложники несколько сотрудников и потребовал встречи с именными партнерами. Эти евреи облопошили меня по полной, выставили все деньги, а мой сын и такси в тюрьме. Пошлем всех. Кто есть. Так, мне не нравится Шопен. Так, каталог. Где там Бетховен? Бетховен. Вот это. Так, Бетховен. Давайте Бетховена поставим. Людвиг Ван. Кориолан Овертюр. Я не знаю, что такое. Подавить протест силой. Да! О господи, мне хочется больше убивать под такую музыку, если честно. Окей, расследование началось. Нинг Хи, преданный помощник Джин Янг, состоит в бане со дня ее основания и ему доверяет самую ответственную работу. Перед продажей особенно ценных предметов Нинг Хи всегда хранит их у себя, а за день до продажи привозит в ресторан Vice Dragon. Поскольку на жерелье уже имеется покупатель, Нинг Хи привез с жерелью ночного же дня, когда произошло ограбление. Обычный ресторан принимает посещение. Ладно, мне нужны кадры пока что. Саня мафии. Джек, у нас замечается дело в казино Рубинович в 12.40. Мы не хотим, чтобы полиция все испортила. Окей. Всего-то. Захват заложников. У меня нет возможности кого-то направить. Ну, давайте я сниму тогда эффективность здесь. Мозера. Поставлю его сюда. Че тут у нас? Штупник пойман, офицер невредимый. Найс. Кажданские невредимые. Ограбление? О май факк. Серьезно? Серьезнее, чем Парадайз. А может чем попроще? Мне нравится скатить мир и разбираться. Стоять. Это же фак. Ситуация оказалась куда сильнее, чем удобнее. Запрашиваем под... А, отозовем. Отзываем. О-оу. Точно, я забыл, что это задание мафии. Фак. Мистер Бой, сегодня мы выставляем новые игровые автоматы Супер Магдален Систри. А в прошлый раз на таком крупном запуске детишки чуть ли не разнесли все. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будь здоровы, если вы сможете отправить нам пару своих подчиненных, которые... Одни в свои виды будут держать и бить не под контролем. Окей. Берч младший. Сейчас всех удержать. Я Берч младший. Ты видел эту лычку, тварь? Ты видел ее? Я, как я... Подозрительный индивидуум. Беременная девушка сообщила подозрительному гинекологу, к которому она попала на прием. Доктор очень странно себя ввел и говорил девушку сделать аборт, хотя она уже на пятом месте беременность. И доктор сказал, что все за 10 тысячи, он спасет меня. Я даже не буду отправлять туда народ. На хер надо. А то. Тут-ту. Босс, все. Босс! Все прошло. Отличненько! Давненько мы так не веселились задниц этих детишек после пары поединков в Hellfighter против нас просто палали. What the fuck? Что вы сделали с детьми, а? Что вы, мать его, сделали с детьми? Нарушение общественного порядка. Дома хозяйка Такара Монтес. Монтес. Пожаловалась в полицию на своих соседей, которые постоянно шумят, устраивают подставки и никак не считаются людьми, которые живут рядом с ними. В очередной раз обратиться в полицию, она решила из-за грозных хлопков в квартире и очень громких криков. В целом в доме проживает 6-7 человек. What the fuck? Срочненько. Грант. Сама не так. И вот. Все, короче, с лычками поедут сейчас. Не, спасибо. Я туда не поеду. Совсем охерели уже. У прокуратуры есть основатель, полагаю, что вы серьезно превысили свои должностные и полномочия в ходе сегодняшнего... Да пошли вы в жопу! Я ничего не делал. Преступник срылся. Вау, ну ладно. Хорошо. Плевать. Сэнду нужна от полиции... Помощи. Джек, мы ждем большую партию алкоголя. Находят слухи, что наш новый партнер любит играть жестко. Нужна пара парней для подстраховки. Окей. Вандал и Берч. Сидаться казалось куда серьезнее, чем мы думали запрашиваем... Так, ну тогда нужно подкрепление, серьезно. Сранное подкрепление. Давайте. Девят, изнасилование? О, мой фак. Местится true color. Поступил звонок из гостиничного номера, сжаловая на шум и женские крики. По-моему, там кого-то насилует, спутник, сказал пожилая женщина. Ну, Кинсона, я одного не отправлю. Скорее всего, ложный вызов. Мне нужны вандалы, Берч младший. Кто-нибудь, подстраховку. Нет, я отправлю до вандала, Берча младшего. Еееееееееееи. У вас три новых кадра. Инцидент пришел во время показывать фильм более странный, чем в раю. Джима Джармоша. Сгорел экран, зрители получили легкие ушибы, в панике покидая зал, но, к счастью, никто серьезно не пострадал. Вот что это такое? Что это такое? Я хорошо помню эту девушку. У нее были ярко-рыжие волосы. Я продал ей билет уже после начала сеанса. Хотя обычно я так не делаю, но она была уж очень мила. Я видел бутылку у нее в руке, но решил, что это газировка. Вряд ли такая симпатичная молодая леди придет в кино с бутылкой виски. Я сидел на последнем ряду и слышал, что как через несколько минут после начала фильма кто-то вошел в зал и громко хлопнул дверью. Я собирался сделать замечание, потому что не люблю, когда кто-то отвлекает меня от просмотра Джима Джармуша. Но тут я увидел вспышку огня, а потом пылающая бутылка полетела прямо в экран. Когда вспыхнул экран, я подумал, что так и должно быть. А что? Я слышал этот Джармуш просто больной на всю голову. Когда вспыхнул огонь, я сразу начал искать глазами выход и заметил эту рыжую дуру. Она тут же сбежала и даже размотреть ее толком не успел. Вот это что такое? Это, по-моему, левый кадр. Вот так должно быть. Да, нужен другой кадр. И так тоже нет. Ну, здесь что-то лишнее. Черт, композиция закончилась. Ну и хрен с ней. У меня еще есть... Ага, точно. Вандалы Бердж-младший, лучшие напарники. Так, они краден в отчет. Угу. Нинг Хи, преданный помощник Джин Янг, состоит в банде со дня ее основания. Ему доверяют самую ответственную работу. Перед продажей особенно ценных предметов, Нинг Хи всегда хранит их у себя. Затем на продажу привозят в ресторан Wise Dragon. Поскольку на ожерелье уже имеется покупатель, Нинг Хи привез ожерелье ночью того же дня, когда произошло ограбление. Обычно ресторан принимает посетителей круглосуточно, но в ночь перед важной сделкой его закрывает. У Нинг Хи есть свой ключ от ресторана. Ценные предметы хранятся в сейфе под барной стойкой. Нинг Хи, китайский мигрант. Последние 10 лет нигде официально не работает. Окей, а куда оно делось? Типа все, поздно? Понятно. Отстой. Номер на втором этаже гостиницы. Дверь приоткрыта. Видно, как крупный мужчина держит плачущую девушку за шею и бьет ее по лицу. Мужчина кричит, закричь, шлюха, я заплатил, чтоб ты молчала. Ударить мужчину дубинкой под колено. Наставить на мужчину пистолет. Во. Пистолет. Девушке дается вырваться, но тут номер сбегает суньера с кассетом и бросается на мужчину. Использовать перцовый баллончик. Мужчина отпихивает суньера и внезапно придет в окно. Вы что, дебилы, что ли? Побежать по лестнице. Фак. Отстой. Меня упустило. Шеф, я ухожу, хочу больше времени проводить с семьей. Кто ты такой? И вообще, откуда ты взялся? Я тебя давно уволил. А, нет, стоять. Так. Зачем мне на спине Б4 детектива? What the fuck? Я не туда. Я не туда детектива нанял. Можно их привезти? Наверное, можно как-нибудь. Потом посмотрим.